и так ну что ж ария рума не маленькие любители покушать и всего того что вращается у микрофона как всегда ваш поклон слугам амору и это великолепная сборочка майнкрафт с модом креет как я люблю это говорить и всегда об этом и говорю за кадром произошли кое-какие мало малейские изменения эти все изменения коснулись маленьких доработать и кастомизации просто таких вот мелочей которые просто были необходимы их нужно было сделать и они бы совершились и сделались рано или поздно а это же серия будет целиком и полностью посвящена той теме на которой мы остановились в предыдущем ролике мы сейчас по квестам встали на катарсисе и стали вот на этом квесте нам нужно делать систему по которой вот эти вот хроматические компаунды будут перелетать через луч маяка давай сейчас придумывать способ по которой мы смогли бы это все организовать себе наилучшим образом и чтобы это все обязательно работало для этого как ни странно нам понадобится скрафтить этот самый маяк благодаря той самой звезде нэзера которую мы вы с вами выбрали еще в прошлой серии хорошо что этот маяк в принципе не так сложно делается и сейчас будет готово и по моему здесь вот встает такой маленький нюанс то что нам нужно будет сейчас подготовить именно платформу для маяка тоже я думаю железо для этого отлично подойдет нам понадобится всего здесь если мне память не изменяет для маломальского режима 9 блоков плюс один слиток и пойдемте пытаться это все организовывать и делать получается вот эту систему вообще можно реорганизовать сейчас я лазил тут и изучал немножечко сборку обнаружил тут очень интересный тулбокс то есть сундук со всеми вещами не знаю понадобится ли он мне но в общем вещь прикольный и пожалуй и воспользуюсь так теперь же допустим у меня вот здесь вот будет размещен маяк размещаем железо маяк и он загорелся один слиток железа мне понадобится ну не знают допустим для скорости в принципе я не против теперь мне нужно сделать так чтобы это все крутилось и попадало на конвейерную линию допустим вот здесь вот и она дальше будет крутиться и вращаться. Чтобы она крутилась и вращалась, нужно сделать ее желательно подольше, поскольку там будут дальнейшие у нас доработки и обработки этого всего материала. Получается, вот здесь у нас стоять будет обязательно буфер, который это все будет запитывать в себя. Теперь осталось это запитать, пожалуй. Теперь это вращается. Тут, если что, у нас обязательно хроматический компаунд будет поступать на конвейер. Теперь же нам нужно разместить здесь катапульту, и ей нужно будет выбрать цель. То есть, вот здесь по-моему, Shift-PKM, и здесь вот мы ее размещаем. Теперь эту катапульту нам нужно возвести. Это делается достаточно легко, все у нас готово. И теперь смотрим. Пускаем здесь вот у нас ресурс, и он почему-то не пускает. А, наверное, потому что у нас линия не вращается, но сейчас это мы быстро решим. Все готово. И у нас успешным образом здесь весь материал попадает на нашу конвейерную линию. Если здесь что-то будет теряться, в принципе, из-за того, что ресурс простаивает, то ничего страшного на самом деле в этом и не будет. Главное, что у нас ресурс перекидывается через линию маяка, но почему-то... Кстати, я заметил то, что ничего не происходит. Так, стоять. Да, стоп, машина. Почему ничего не происходит? Перекидывание компауда через луч маяка для бесплатного мгновенного преобразования. Вопрос. Почему этого не происходит? А, то есть... Даже так. То есть, он у нас должен прямо вот на сам блок ложиться. И интересно, получится ли мне изменить эту всю систему, если просто я подниму это все на один блок выше. Так, готово. Теперь давайте пробовать. Стимулируем ситуацию, по которой она должна выпадать. Перекидывается и ничего не происходит. Это очень нехорошо, что все так происходит. Был у меня тут вариант откинуть вариант с перекидыванием и сделать так, чтобы они сами помещались на луч маяка. Но, как мы видим, это изысканное сияние просто не подчиняется законам физики и оно просто у нас летает в воздухе. Оказывается, тут системой придется как-то больше заморочиться, чем я предполагал. Из-за особых свойств этого компаунда и из-за того, что это все не срабатывает так, как мне нужно. В итоге, что я выяснил? У нас получается обращать в изысканное сияние компаунд только в том случае, если он попадает непосредственно на луч маяка. Есть несколько вариантов, как я могу решить эту проблему. И сейчас я буду, конечно же, пытаться что-то из этого придумать. У меня сейчас возник вариант попробовать разместить маяк непосредственно над уровнем, когда он перелетает. Сейчас попробуем это все сделать. Я сейчас попробовал поднять маяк, но, к сожалению, и это у меня не вышло. Я сейчас спускаю сияние, и оно просто у нас перелетает, опять-таки. И не достигаем мы должного результата, которого мы хотим, к сожалению. Это проблематично, однако. Сейчас будем пробовать какие-нибудь другие вещи, и, может быть, другие варианты получатся. Не знаю, что я там придумывал, что я там делал, но все оказалось гораздо проще. Я просто здесь подключил драйвер, просто все скидывается, опять-таки тот вентилятор, все то, что у нас взлетает, не успевает куда-то взлететь, и просто попадает в драйвер, опять-таки. И у нас здесь появляется изысканное то самое сияние. Значит, вот это все безобразие можно отсюда успешно сносить, и продолжать что-то делать уже вот на этой области. То есть без проблем где-то вот здесь я уже смогу себе размещать дальнейшее производство. Дальше для всех дальнейших действий получается мне по квестам что нужно. Дальше нам нужно из изысканного сияния превращать это все в сборочную линию, переработку этого сияния в катушке. Хорошо, и сейчас без проблем мы это организуем. Механический пресс у меня уже здесь есть, я уже его себе приготовил. А значит проблем не должно быть никаких абсолютно. После пресса обязательно у нас пойдет здесь вот какой-нибудь драйвер, чтобы это все не перерабатывалось. И в таком случае останется мне только в драйвер подключить каких-нибудь крутящихся моментов. Единственное, что здесь особый большой минус, то что у нас здесь очень много партиклов, из-за чего еще больше наблюдается просадка нашей производительности системы. Но, к сожалению, сделать пока что я с этим ничего не могу. Нам нужно только торопиться побыстрее выйти в следующую эру для того, чтобы снизить нагрузку на все оставшиеся у нас моменты. А, ну я вижу то, что тут даже не понадобится система по уменьшению крутящегося момента. И в принципе с прессом у нас справляется и на этой скорости. Но сейчас попробуем немножечко все-таки снизить момент. И как мне кажется, мы ничего от этого и не проигрываем-то особо. И тем самым мы здесь способны получать сияющие листы. Очень хорошо. Получается, этот квест мы тоже выполняем. Из этих сияющих листов мне нужно сделать индукционные катушки, которые делаются благодаря помещению одного листа в один крафтер. Ну, в принципе, достаточно легкий крафт. А, посмотрите, слушайте. Ничего себе система. То есть пока размещен здесь тулбокс, я могу из него доставать любые вещи и ставить их как мне только можно благодаря размещению на правую кнопку мыши. А это достаточно удобно, слушайте, я вам скажу. Так, ну ладно, не будем отвлекаться и сейчас продолжим. Так, мне нужен крафтер, чтобы в крафтер все у нас, получается, заходило. Здесь вот крафтер, получается, у нас размещен, в который приходят предметы. Из крафтера это все, допустим, те же драйверы выходят успешно. И останется мне сюда подвести момент крутящийся. Я думаю, с этим проблем у нас точно не возникнет. И у нас тогда все это сможет запуститься. Теперь сюда, воронка и все. Крафт пошел и листы начали крафтиться. В принципе, с очень меня удовлетворяющей скоростью и мы здесь получаем сияющие индукционные катушки. По-моему, это шикарные новости и лучше быть здесь не может. Вот этот квест мы тоже с вами успешно выполняем. А для пущей уверенности нужно вот эту катушку забрать и обратно положить. Останется лишь дело за малым сделать пара резонаторов, то есть хроматический нам получается резонатор, ну, грубо говоря, магнит, с помощью которого мы всю эту систему будем делать. Он крафтится с помощью рубинов и сапфиров. Эти самые драгоценные материалы, как я понимаю, они достаются где-то в недрах этого мира. Хорошо, что пока я лазил по всему этому пространству, мне удалось накопить небольшое их количество. Нам понадобится не так, чтобы и много штучек. И еще также, по-моему, свинец мне понадобится тоже. И благодаря вот этой вот сфере, которую я недавно скрафтил, мы можем хроматический резонатор превратить в хроматический резонатор бесконечный, несокрушимый. Благодаря чему у нас получится без проблем начать создавать индукционные механизмы. Они создаются таким же методом благодаря трех простых шагов с помощью вот этих вот латунных получается установок. С этим, я думаю, вообще никаких проблем не будет. Нам, получается, понадобится всего несколько вещей. Механизмы точности, которые мы здесь производим, и вот те вот катушки, которые тоже мы здесь производим. В принципе, это у меня все вывелось каким-то чудным образом, примерно в одну плоскость, и я, несомненно, этому рад. Получается, эта вся система будет работать у меня здесь следующим образом. Отсюда будут забираться механизмы точности и идти по конвейеру досюда, пока не встречат, пока не встретят те самые три необходимые нам автономные активатора. Эти активаторы должны, по идее, забирать ресурсы и поставлять их обратно. Единственный минус, который я большой здесь допустил, то, что это все располагается не на нужном уровне, но я думаю, сейчас мы это все поправим. Я хочу здесь немножечко другую систему реализовать, нежели я реализовал ее до этого. Я хотел попробовать здесь систему сортировки с помощью латунного тоннеля, но, как я вижу, это все у нас работать не будет, так как не нужно, к сожалению. Мне придется использовать старую добрую систему над наших драйверах. К сожалению, да. Главное, что все это работать будет так стоять. Куда вы полетели? Так, это пошло делаться. Все это забирается, все это приносится в нашу латунную систему, и отсюда это все успешно отсортировывается по двум нашим автономным активаторам. А теперь нам просто осталось поставить сюда блок, сюда обычную воронку, и все это у нас должно превращаться в наши любимые новые механизмы точности. А, ну конечно же, и еще не нужно, конечно же, не забыть о том, что здесь вот нужно разместить наш вечный магнит. Ну да, ну да, пошел я нафиг. Как я мог забыть о том, что этим активаторам тоже нам нужно питалово. Бывает, бывает, и такое бывает. Теперь точно все заработает сейчас. Как раз это все запитано с той же скоростью конвейера, потому что я, в принципе, от него взял крутящийся весь момент, и теперь это все точно должно работать в нужном нам объеме и в нужной сфере. Вот первый индукционный наш механизм. Готово. Квест мы выполняем, и останется нам только выполнить рамку механизма. Но она делается достаточно легко, как я смотрю, у нас этих индукционных механизмов должно быть за глаза, и нужен будет инвар и камень. Вопрос, а инвар у меня вообще есть? Я не помню. Я тут решил не сильно запариваться по системе, как именно нужно добывать инвар, и просто решил сделать так, чтобы инвар у нас просто брался и покупался. Я думаю, это самый оптимальный вариант. Есть у нас каркасные блоки, и есть у нас первая наша рамка механизма. Поздравляю! Так, посмотрим, что можно из нее делать. В принципе, можно делать компрессионный генератор. Зачем? Пока не знаю. Но, допустим, мы его можем делать. Также мы можем делать модули инваровых труб, и пока что все, да? Интробежный разделитель. Я думал, это уже что-то из новой эры. Хорошо, что мы и это с вами выполнили. Если перейдем в обзор, получается, в эту самую главу, то мы можем видеть, то что инваровый механизм у нас полностью глава завершена. Чем я вас поздравляю, но пока что это не четвертая глава. Получается, это полное завершение, наверное, третьей главы. Останется здесь алхимия какая-то, плавиум. Если я правильно понимаю, плавиум и все остальное это просто что-то такое дополнительное, что не в принципе не обязательно, но рекомендуется к выполнению. Так же, как и было в предыдущих у нас главах. Как я понял, у нас все же есть доступ в четвертую главу. С чем я у вас успешно и поздравляю. Но пока к ней мы не будем возвращаться по старой традиции, по старой схеме. Во-первых, это у нас, я так понимаю, последняя глава перед финалом этой сборки, что очень даже замечательно. Но также у нас здесь есть хаотичная алхимия. Это альтернативный путь, нежели идти в коробку, то есть в четвертую главу. Пока что это мы не изучаем. Нам нужно сначала завершить все то, что у нас не было закончено с четвертой главой. В том числе и плавиум средства. Вот, как раз тут и нам говорится о том, что есть телепортация и измерение конца. Как раз здесь нам будет говориться то, что мы посетим измерение Эндра. Нам здесь понадобится очень много различного рода материалов в плане того, что понадобится нам и куча всего еще. Ставьте монеты. То есть нам здесь предлагают сделать монетку. То есть первый квест у нас связан с монеткой. Как хорошо, что в предыдущих сериях я занялся этой гигантской фермой с монетами. До сих пор я ей пользуюсь и монетку мы собираем и квест успешно выполняем. Нам нужно бросить монеты в плавильню. Получается, благодаря медному сосуду мы получим еще один медный сосуд с расплавленным серебром. Хорошо, давайте вот возьмем стак монет. Я думаю, этого хватит пока что. И посмотрим, что из этого будет. Я просто не понимаю особо, куда нас ведет эта сборка. Плавится? Да, конечно, это все не быстро, но тем не менее. Мы получаем с вами медный сосуд. Хорошо. Дальше. Отлейте расплавленное серебро в слиток и полюбойтесь его блеском. То есть я зря делал именно медные сосуды. Хорошо, сборка, я тебя понял. Так, слитки. Берем и серебряные слитки мы с вами отливаем. Это, понимаю, конец вот этой вот ветки. И что-то мы из серебра можем делать. Причем, кстати, да, достаточно много чего еще. Я так понимаю, нам именно серебро понадобится для того, чтобы вот эту вот систему делать и для него понадобится нам эндериум и все остальное на свете. Немного пыли эндера из вашего реактора в случае, если ваши поставки ограничены, вы можете использовать джемчуг эндера. Ага. А, ну в принципе, эндер пыль у нас есть, ее очень много. С этим вообще проблем не возникнет, у нас она есть. Это мы сможем взять вот отсюда. Ее тут настолько много, что у нас ее здесь излишки. Тем более, что, как выяснилось, вся вот эта вот система у нас не задействована. Вот эта часть блок, схемы из трех наших вот этих папоротников не работает за ненадобность. Здесь у нас получается производится костная пыль, которая, как я понял, нужна будет для того, чтобы производить красители. Но мы красители производим на кактусовые фермы, которой костная пыль не нужна от слова совсем. А значит, без особых проблем мы смогли бы отсюда брать, получается, вот эту эндер пыль и куда-нибудь использовать. А если ее будет вдруг не хватать, то вот эту вот систему мы переведем на эндер пыль, поскольку они взаимозаменяемые. Вот эту эндер пыль мы будем использовать там, где это необходимо. Для квеста давайте это возьмем. Дальше будем как-то его пытаться реализовать. Еще не конец. Этого следовало ждать, что нас по квестам все-таки нужно посходить в ад. Нужно будет найти кустарники, нужно будет найти чужеземные сплавы и дальше уже идти. Это вот уже необходимый, то есть момент, прям вот финальные, последние шажки, прежде чем мы изучим квантовую телепортацию. Вы меня знаете, я же только за, особенно за телепортацию. 16 ок эндера, в случае чего я возьму с собой предзапас и пойдемте искать этот эндер портал, если нас просят об этом игра. Надеюсь, что он не заспамился где-то очень далеко и я смогу найти потом дорогу домой. О, полетел в обратном направлении наконец-то. А вот и сама крепость. Привет! Осталось лишь дело за малым найти сам портал. Какая очень странная сгенерированная крепость. Просто часть крепости находится в подвешенном состоянии. Это конфликт, видимо, с самой генерацией и модовой. Я надеюсь, что на основные части пещеры это не повлияло и я смогу найти здесь портал. Наконец-то я ее нашел. Эту комнату с порталом неприлично. Долго я ее искал. Размещаю я здесь око и осталось лишь только последнее для того, чтобы отправиться в этот самый портал. Но отправимся мы в него только уже в следующей серии. В следующей серии также постараемся сделать уже беспроводные сундуки и будем потихонечку начинать разбираться с четвертой главой. Ну и тогда на этом потихонечку мы все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда, ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся.